Молодежь Нового Уренгоя продолжает работу по уборке города. В августе очищать улицы, скверы, поймы рек от мусора будет 70 подростков. В центре молодежной прошло торжественное открытие третьей смены трудовых отрядов главы. Те, кто уже поработал во благо города и те, кто только принимает трудовую эстафету, смогли пообщаться между собой и провести командную игру «Мы вместе». Продолжение темы в сюжете. В течение всего лета подростков в ярких жилетах можно увидеть то в одном, то в другом районе города. Десятки улиц, парк «Чистая энергия», сквер строителей, озеро «Молодежное», поймы рек после их работы преобразились. Бутылки, банки, фантики и тысячи окурков, собранные в пакеты, отправились на свалку. Только за июль молодые помощники коммунальщиков избавили город от 300 кубометров мусора. Вторая смена трудового отряда главы передает эстафету своим сверстникам. Третья смена трудовых отряда главы города готовы приступить к работе. Рапорт сдал. Наши ребята более 10 лет осуществляют уборку территорий нашего города, облагораживают, вкладывают очень много сил и энергии. Кроме того, что вы убираете город, вы также и участвуете в многочисленных мероприятиях. И это очень важно. Это великолепный, всеми любимый танцующий город, который каждое воскресенье собирает наших ребят и жителей города на парке дружбы, на площади. И это многочисленные мероприятия. Это походы, экскурсии, это мастер-классы. В августе, как и в предыдущие месяцы лета, в отрядах главы будет трудиться 70 человек. Фронт работ неизменный, уборка территорий. Передавая эстафету следующей смене, подростки говорят, горды тем, что сделали свой город чище. Очень слаженные команды. Когда мы весело собирали мусор, наш город становится чище, и мы очень-очень радовались этому. Когда нам было холодно на точке, мы согревались всяческими интересными играми. И комиссары делали так, чтобы было интересно всем. И делали все, чтобы нам было удобно здесь, комфортно. Мы ни разу не сидели в КСК молодежном. Но был один день, когда шел дождь, но мы репетировали танец, который предоставили на открытии третьей трудовой смены. Обменять у нас все остается, каждый день праздник в руку своих друзей. Сертификат на 3000 рублей от одной из пиццерий – подарок отряду, проявившему наибольшую активность в акции «Безопасный город». Подростки, обследуя улицы и дворы, выявляли потенциально опасные места и передавали информацию в профильный департамент. По словам кураторов, все трудились на совесть, никаких нареканий. Ребята трудятся очень хорошо. Не было никогда у нас проблем с тем, что ребята что-то не хотят делать. Всегда добросовестно относятся к своей работе. Каждый четверг мы сообщаем, где мы оставили мешки и количество мешков. В пятницу проходит машина и собирает эти мешки и увозит на городскую смену. Трудобрит! Трудобрит! Вознаграждение за труд – тоже стимул работать на совесть. Зарплата подростков за смену составила примерно 21 тысячу рублей. Многие уже знают, как потратят заработанные суммы. Своими руками убирая дворы и улицы, молодые люди не только получают первую запись в трудовой книжке и навыки работы, они меняют отношения к городу, в котором живут. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Богдан Жиделев, Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова